Волгоградский политехнический институт Акции – это не для него. Он оставляет технический вуз и направляется в Москву, где успешно поступает в театральное училище имени Щукина. Первую роль в кино Завьялов сыграл на четвертом курсе училища. Это оказалась короткометражная лента «Играем маленького принца», малоизвестная зрителям. В 2000-х карьера актера пошла вверх. Алексей снимался в картинах и сериалах. Среди них «Короли игры», «Атлантида», «Адъютанты любви», «День гнева», «Крем» и другие. С 2003 года в творческой биографии Алексея Завьялова было много съемок в сериалах. Актер играл майора Стаса Скрябина в сериале «Ментовские войны». Снимался в «Грехах отцов», «Острове любви» и других проектах. Последние годы жизни Алексей Завьялов реже появлялся на экране, потому что пребывал в состоянии внутреннего поиска. В этот период актер занимался озвучиванием фильмов, работал на радиостанции. Актер был женат и счастлив в браке. Жена актера Мария Маслова – фотограф в театре «Колягина». Они поженились в 2000 году. Вскоре в семье родился сын Александр, а через 4 года появился второй сын – Степан. Союз Маслова и Завьялова знакомые считали идеальным. В семье царили любовь и уважение, чтились семейные традиции. Среди артистов этот брак называли самым крепким. В последние годы у Завьялова появились экстремальные увлечения прыжками с парашютом и быстрой ездой на мотоцикле. Жене актера очень не нравились подобные увлечения. Возможно, она что-то предчувствовала. 7 августа 2011 года Алексей отправился совершить свой восьмой прыжок с парашютом. Сначала все шло нормально, но во время снижения в парашют Завьялова врезался другой парашютист, и они оба камнем полетели вниз. Алексей получил множественные травмы, а второй парашютист погиб. Актера доставили сначала в местную больницу, а потом отправили в институт имени Склифосовского. Все это время возле Алексея Завьялова была его Маша. Жена стремилась перевезти мужа в клинику Германии, но актер был нетранспортабельным. И близкие врачи делали все возможное, чтобы спасти Завьялова. Но, несмотря на все усилия, Алексея спасти не удалось. 30 сентября 2011 года Алексей Завьялов скончался. Ему было всего 36 лет. Актер похоронен на Хованском кладбище. Владислав Галкин Владислав Галкин родился 25 декабря 1971 года в подмосковном городе Жуковске в семье приемного отца, актера и режиссера Бориса Сергеевича Галкина и театральной актрисы, кинодраматурга и киносценариста Елены Петровны Демидовой. В детстве Владислав жил у бабушки Людмилы Николаевны Демидовой, учительницы младших классов. И именно бабушка привела 9-летнего Влада на кинопрубы. Дебютом в кино для Владислава Галкина стала роль Гекель Берифина в картине Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекель Берифина». Детство Владислава Галкина было вполне счастливым. Учился он под чутким руководством любящей бабушки. На момент поступления в театральное училище имени Щукина в багаже юного актера уже имелись солидные работы в кино. В 11 лет Владислав снялся в детском фильме «Эток негодяй Сидоров», а спустя три года на экраны вышла картина с его участием «Золотая цепь». Помимо них было еще несколько фильмов, в которых мастерство юного артиста видно, что называется невооруженным глазом. В 1999 году Владислав отлично сыграл участкового Алексея Подберезкина в фильме «Ворошиловский стрелок». Первой по-настоящему серьезной работой для него стал персонаж офицера Томанцева в кинокартине в августе 44-го. Следующая работа в кино принесла Владиславу Галкину широкую известность. Это был сериал «Дальнобойщики». Впоследствии укреплению популярности актера способствовали многие другие киноленты. В число таковых можно отнести картины «По ту сторону волков», «Спецназ», «Диверсант», «72 метра», «Гибель империи», «Мастер» и «Маргарита». В 2008 году сыграл в сериале «Я лечу» в роли Александра Николаевича Гордеева, талантливого хирурга, руководителя практики студентов, и «Петровка-38» команда Семенова в роли майора милиции Андрея Семенова. Первой супругой актера была девушка по имени Светлана Фомичева. С ней Владислав Галкин прожил всего год. После этого были два более продолжительных супружества с Еленой Галкиной и Валентиной Еленой. Однако сам актер своей настоящей женой называет только актрису Дарью Михайлову, отмечая, что предыдущие отношения браками в полной мере назвать было нельзя. Вместе они воспитывали дочь Дарьи от первого брака. Но, несмотря на кажущуюся идиллию, в 2009 году у Галкина начался новый роман с продюсером Анастасией Шипулиной. Супруга актера объявила о том, что подает на развод, однако узаконить его знаменитости так и не успели. 27 февраля 2010 года Галкин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Отмечалось, что известный актер умер за 2-3 дня до обнаружения тела. Официальной версией случившегося стала остановка сердца, вызванная пагубной страстью Владислава Галкина к алкоголю. Владислав Галкин похоронен 2 марта 2010 года на аллее актеров Троекуровского кладбища в Москве. Андрей Панин. Андрей Панин родился 28 марта 1962 года в Новосибирске. Родители актера были физикой. Через несколько лет семья переехала в Кемерово, где Андрей учился в Институте пищевой промышленности, но был оттуда отчислен. Здесь же Андрей Панин окончил Институт культуры. Позже Панин переехал в Москву и только с четвертой попытки поступил в школу-студию МХАТ. Начиная с 1992 года артист сыграл более 70 ролей в кино и на телевидении. Первая работа Панина в кино роль в картине по прямой. Известность к актеру пришла в 1998 году после съемок в одной из главных ролей «Морячка» в кинокомедии «Мама, не горюй». Также на его счету были остросюжетная картина «24 часа», социальная драма «Граница таежный роман», трагикомедия «Свадьба», детективный сериал «Каменская». Абсолютная популярность обрушилась на Панина после того, как он исполнил роль продажного милиционера Володи Ольбера в культовом сериале о бандитских 90-х бригадах. Позднее он снимался в спортивной драме «Бой с тенью», в приключенческом боевике «Трио», в исторической ленте «Всадник по имени Смерть», мелодраме «Ванечка». Очень мощными получились образы, созданные Паниным в военных фильмах «Сволочи» и «Последний бронепоезд», мелодрамах «Поцелуйни для прессы» и «Старшая жена», психологических картинах «Преступление и наказание» и «Апельсиновый сок», триллерах «Журов» и «Иллюзия страха». Последними работами Панина стали военная драма Гетера майора Соколова и детектив Шерлок Холмс, где он исполнил роль доктора Ватсона. Первая супруга актера Андрея Панина не имела отношения к кинематографу. Женщину звали Татьяна Французова, по специальности она была экономистом. В семье родилась дочь Надежда, которая впоследствии пошла по стопам матери и получила образование в сфере финансов. К сожалению, вскоре после совместного переезда в Москву Андрей и Татьяна расстались. Второй женой Панина стала актриса театра «Мхат» Наталья Рогожкина. В 2001 году у пары родился сын Александр, но еще несколько лет после этого супруги жили фактическим браком. В 2005 году из-за огромной занятости Панины и постоянного его отсутствия дома в семье начался разлад. Рогожкина даже уехал жить к своей маме. Но Андрей сделал все от него зависящее, чтобы сохранить этот союз. Он сумел вернуть Наталью и сына домой. А через год супруги расписались официально. Вскоре число членов семьи Панина снова выросло. Жена родила актера второго сына Петра. Далеко не все знают, что любимым увлечением Андрея Панина было рисование. Сам он относился к своим рисункам как к любительским, а вот жена находила в них настоящее искусство. В 2015 году в рамках ежегодного фестиваля современного искусства Наталье Рогожкиной и другу семьи Геннадию Русину удалось показать творчество Панина широкой публике. Утром 7 марта 2013 года в собственной квартире было обнаружено мертвое тело актера Андрея Панина. Первоначально подозревали несчастный случай, но тщательно проведенная экспертиза установила, что, во-первых, мужчина погиб накануне вечером, а во-вторых, что имеющиеся на теле синяки и раны невозможно было получить без стороннего лица. Более того, на теле погибшего были обнаружены мелкие крупицы стекла, неизвестно откуда там появившиеся. Следователи возбудили уголовное дело, но расследование через год приостановили, а в 2015 году, как сообщила вдова Андрея Панина, окончательно закрыли за отсутствием состава преступления. Хотя родные и друзья по-прежнему уверены, что причиной смерти актера является жестокое убийство. Андрей Панин похоронен на Троекуровском кладбище. Дмитрий Марьянов. Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. С детства Дмитрий был неизаурядной личностью. Свой творческий путь он начал еще в школьные годы. Мальчик, увлекавшийся хореографией и акробатикой, поступил в школу при театре на Красной Пресне. Особое внимание в данном заведении уделялось основам сценического искусства. После окончания школы Дмитрия приняли в театральное училище имени Щукина. В 1986 году Одесская киностудия пригласила подающего большие надежды актера на роль второго плана в молодежном фильме Валерия Федосова «Была-не-была». Данная роль стала дебютом актера. В том же 1986 году он сыграл уже ведущую роль в светлом юношеском мюзикле «Выше радуги». Его герой, школьник Алик, был не похож на своих сверстников, одевался странно, странно пел и имел странную прическу. Успешным также стала роль в драматическом фильме Ильдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Фильм получился противоположностью «Выше радуги» – жесткая психологическая картина о школьниках. В 1991 году вместе с Евгением Мироновым сыграл одну из главных ролей в фильме «Любовь». В 1993 году блистал в мелодраме Сергея Урсулюка «Русский риктайм». Запомнился по второстепенным, но ярким ролям в лентах «Какая чудная игра», «Дела смешные, дела семейные», «Графиня де Монсоров», «Змеиный источник». Фильмография актера более 70 киноработ. Дмитрий Юрьевич сыграл главных героев в таких картинах, как «Одержимые», «Отцы», «Черный город», «Ночной гость», «Как выйти замуж за миллионера», «Игра в правду», «Умельцы» и других. Последним проектом с Дмитрием Марьяновым, вышедшим при его жизни, стал сериал «Вышибалов». В производстве находилась четырехсерийная мелодрама «Дорога из желтого кирпича», где Дмитрий сыграл главную роль. Первая супруга Дмитрия – Татьяна Скороходова. С ней актер познакомился в годы учебы в Щукинском училище. Студенческий брак продержался около двух лет. Вторая супруга – модель Ольга Аносова. В 1996 году у пары родился сын Данил. В 2007 году на съемках телешоу «Ледниковый период» Дмитрий Марьянов закрутил роман со своей партнершей Ириной Лобачевой, только что расставшейся с Ильей Авербуховым. Но к свадьбе этот роман не привел. Появились слухи об их разрыве, которые получили подтверждение лишь в 2013 году, когда на день рождения актера Гоши Куценко Дмитрий Юрьевич пришел с Ксенией Биг, которую назвал своей невестой. Разница в возрасте между возлюбленными составила 17 лет, что не стало препятствием для первого в жизни Дмитрия похода в ЗАГС. В сентябре 2015 года они обменялись кольцами, а чуть позже признались, что дочь Ксении, Анфиса, приходится Дмитрию родной. 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался на 48 году жизни. Причиной смерти Марьянова назвали оторвавшийся тромб. В ходе расследования смерти актера выяснилось, что Дмитрий лечился от алкогольной зависимости в частном реабилитационном центре. И, как утверждают специалисты, Дмитрия можно было бы спасти. Утром того рокового дня он жаловался специалистом клиники на боль в спине. При этом у него наблюдалось учащенное дыхание и обильное потоотделение. Все это симптомы закупорки артерии. Но сотрудники реабилитационного центра решили, что у актера алкогольный психоз. Через 12 дней после смерти Марьянова судмедэксперты вынесли новый вердикт. Причиной смерти актера стал не тромб, а потеря крови, вызванная разрывом стенки подвздошной вены. 18 октября Дмитрия Марьянова похоронили на Химкинском кладбище. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...